здравствуйте друзья с вами костя биржаков и это проект vision онлайн это второе видео из серии фэшн съемки в первое видео это был открытый мастер-класс который мы снимали в студии и где мы привезли одежду из бутика который называется я вся от оксаны мироновой и мы пригласили в студию ребятка у которых тоже была возможность поснимать пообщаться по задавать вопросы у каждого было время поснимать и мы отсняли несколько образов в этой одежде кстати этот мастер-класс вы можете посмотреть на нашем канале посмотрите если кто не видел это сейчас у нас второе видео из серии здесь мы будем дизайнерить буклет на основе отснятой одежды которую мы отсняли в студии у нас была задумка вот это вот нек некий бриф который я придумал здесь есть наши образы которые мы хотели снимать но разумеется как всегда действительность она отличается от каких-то наших мыслей которые мы хотели сделать и у нас получилось совершенно что-то другое что же у нас получилось мы пока не знаем потому что сегодня мы в прямом эфире вместе с вами этот буклет и создадим но скорее всего я чувствую что он будет очень сильно отличаться от того что же я придумал заранее сегодня мы будем дизайнерить в программе adobe illustrator будем использовать photoshop и смотреть все наши фотографии в adobe lightroom в принципе вот эти три программы мы будем использовать видео будет скорее всего длинная уже на монтаже я постараюсь каким-то образом ускорить те моменты где я буду делать долгую нудную работу допустим по выделению какому так что я постараюсь сделать его не особо длинным но мне очень хочется показать вам весь процесс создания буклета от начала и уже до финиша до сдачи его в типографию и так откроем иллюстратор и приступим к работе что мы имеем я любую работу всегда начинаю с просмотра того что у нас дано заказчикам у нас есть вот такой вот логотип он в кривых что очень даже здорово это можно проверить вот вот так вот и есть текстовой документ в google docs где заказчик написал чтобы он хотел отразить в буклете здесь есть цены здесь есть краткое описание нашей одежды здесь есть этот же логотип но у нас конечно мы будем использовать векторная не этот и здесь есть фирменные цвета синий и вот такой вот оранжевый оранжевый это скорее всего вот этот вот цвет логотипа и так этот логотип мы пока закроем из чистого листа create new и создадим новый новый документ здесь выбираем print и у нас будет документ формата а3 но не классический а3 а квадратный он будет вот так вот складываться и устанавливаться допустим на стойку и можно будет его легко раздавать и вместе с тем он будет достаточно большой 297 на 297 миллиметров и сразу же нужно сделать поля по 3 миллиметра потому что типографии требуют вылет это не поля а вылет крейт вот создадим новый документ вот так вот он у нас будет выглядеть и так как он будет складываться пополам первое что мы сделаем это мы нарисуем линию которая будет являться нашим центром нам линия это не нужно поэтому мы сделаем ее гайдом дальше я всегда делаю поля чтобы смотреть чтобы какие-то элементы у меня не вышли за пределы полосы или не подошли близко к краю значит 297 делим пополам получаем 148 с половиной на 297 это вот у нас будет вот такой вот прямоугольник и он должен быть 0 и 0 0 по x 0 по y вот он стоит ровно здесь теперь мы его скопируем на 148 с половиной миллиметров вправо здесь у нас будет 2 прямоугольник теперь нам нужно сделать поля проще всего это сделать с помощью object path и здесь есть offset path на 10 миллиметров сделаем поля ой поля надо делать на минус 10 они на 10 чтобы они были внутрь здесь делаем то же самое вот вот эти прямоугольники нам не нужны мы их сразу делаем моих гайдов а вот эти вот два нам понадобятся так как у нас буклет будет иметь лицо и оборот unlock guide сделаем чтобы скопировать вот этот вот эту страницу направо вот это вот у нас будет оборот видите у нас все гайды скопировались теперь чтобы их случайно не захватить я всегда делаю лог гайда то есть теперь я их схватить не могу теперь сразу же я всегда сохраняю документ у меня тут создана папочка буклет и я назову его я вся буклет я вся буклет чтобы у нас файл иллюстратор ски занимал меньше места я сейчас отключу вот эту вот галочку он не будет создавать крылья пдф все буклет у нас готов дальше я как правило накидываю сюда всю информацию которую нам дал заказчик как мы помним у нас есть логотип вот он мы его группируем вырезаем и кладем сюда логотип у нас будет на лице в да вот здесь у нас будет лицо здесь оборот а вот здесь внутренний разворот тут нам логотип не нужен логотип нам нужен вот здесь где-то внизу на лице и где-то вот здесь вот маленький на обороте вот этот вот интернет сайт здесь нам сейчас не нужен и логотип сразу сделаем поменьше вот в этом углу здесь логотип будет достаточно крупно по центру и вот этот вот интернет сайт нам тоже надо убрать я думаю что мы его сделаем шрифтом чтобы он не чтобы написание интернет сайта не выбивалась из общей концепции всего нашего буклета так уже что-то вырисовывается теперь мы сюда поместим всю информацию вот из нашего google docs а сейчас мы ее просто пока накидываем в теме в те места а логотип можно закрыть чтобы он нам не мешался сейчас мы просто его накидываем вот это нам не надо это нам надо чтобы у нас интернет сайт был написан именно шрифтом здесь он у нас нет здесь у нас будет адрес повседневный стиль по нашей задумке повседневный стиль будет два образа вот здесь вот на развороте слева и справа поэтому мы сразу сюда поместим наш повседневный стиль вот так образ номер один я думаю что вот эту фразу копировать не надо а вот это вот нам очень даже пригодится делаем текстовой фрейм и вставляем сюда где-то вот здесь это будет теперь описание одежда я думаю что скорее всего сейчас на монтаже я уже все это дело ускорю потому что это смотреть все неинтересно и вы поняли всю основную идею что нужно накидать всю 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 информацию которую нам дал заказчик на нашу полосу вот вся информация которую нам предоставил заказчик вся текстовая вернее информация она успешно перенесена теперь мы перенесем вот эти вот они из google docs они переносятся ничего страшного мы нарисуем два квадратика и сами совершенно спокойно сделаем сто семьдесят тридцать восемь тридцать два сто семьдесят тридцать восемь тридцать два и второй называется пять тридцать четыре пятьдесят ноль 5 тридцать четыре пятьдесят да вот это вот два наших основных цвета мы сразу же можем добавить их сюда вот в свой час и вот она раз добавилась и 2 добавилась мне в свой часах нравится лист view вот так вот смотреть и сразу переименовывать цвета назовем его dark blue ой что я делал вот dark blue а этот назовем light orange чтоб с ними было удобнее работать и вообще я не люблю когда у меня в свой часах лишние цвета которые мне мешают давайте их уберем отсюда select all unused о так гораздо все проще и быстрее я ищу вот это вот удалю так просто удобнее работать теперь все подготовительные основные этапы мы сделали у нас есть все логотипы весь текст который у нас будет участвовать здесь есть теперь можно приступить к самому интересному посмотреть что же у нас есть по изображениям пора уже заняться изображениями и и прежде всего здесь я хочу сказать какую ошибку мы допустили при съемке когда мы снимали для для лица буклета мы снимали для лица буклета в самый в самом последнюю очередь когда нас уже выгоняли из студии и модель уже была уставшая и образ который мы хотели снять у нас снять не получилось потому что потому что мы торопились нас выгоняли модель была уставшая нужных эмоций мы не получили и нужного портрета который мы бы хотели использовать на лице буклета мы вот попробовали вот этот вот выбрать но потом сели обсудили все и решили использовать вот эту фотографию для лица буклета сейчас мы ее сильно увеличим и туда поставим я обычно делаю так запоминаю номер вот этой вот фотографии 7727 иду в папочку high res который у меня здесь есть studio high res и ищу файл 7727 вот он и помещаю сюда разумеется так как он high res вон какой огромный высокого разрешения вот теперь нам понадобится сделать клипинг маск с вот этим вот прямоугольником для того чтобы внутри этого прямоугольника мы могли масштабировать вот эту вот картинку так как нам так как нам нужно я обычно это делаю белой стрелкой и дальше вот у нас есть гайд который 10 миллиметров от сгиба я хочу плечо поместить приблизительно вот на вот этот вот гайд чтобы плечо было вот вот здесь и рука была приблизительно вот здесь то есть заполнить все пространство ой так много надо немножко поменьше вот нет еще меньше приблизительно вот так вот я предлагаю пока вот но вот этому становиться здесь будет лицо буклета и вот это вот фотография она вполне подходит для лица она достаточно стильная достаточно прикольная поза красивая сохранились дальше я обычно накидываю все изображения с которыми я буду работать для того чтобы видеть общую картину то есть можно было бы сейчас начать работать над лицом но мне вот удобней накидать изображение накидать какую-то общую концепцию буклета для того чтобы по ходу у меня возникали какие-то интересные мысли на задней вот этой вот стороне буклета у нас вечерний стиль то есть вот этот же образ только будет вот здесь вот показан в полный рост у меня уже есть выбранное два выбранных изображения это вот это вот мы должны показать как платье выглядит сзади давайте его раз уж я нашел сразу же туда и поместим 7 7 3 4 вот она наша вся фотосессия хиреза 7 7 3 4 это вот это изображение громадное какое оно будет маленьким просто для того чтобы человек когда выбирал платье он посмотрел как оно выглядит со спины оно будет стоять вот здесь вот с краю и нам нужно выбрать еще вот я пометил флажком вот это вот изображение оно будет показано в полный рост 7 7 2 2 помещаем сюда файл 7 7 2 2 вот этот отлично вот так вот вот будет приблизительно в полный рост помещаем его на задний план и делаем клиппинг маск с вот этим вот прямоугольником дальше я выбираю белую стрелку и подгоняю где должно быть изображение здесь мне помогает гайдлайн вот это вот на десяти миллиметрах чтобы сумочка была рука и сумочка была приблизительно вот здесь на десяти миллиметрах дальше мне нужно смотреть чтобы туфельки не залезли на логотип конечно я логотип смогу немножко уменьшить и поместить где-то вот так вот вот но здесь все равно достаточно мало места надо больше воздуха но и вот здесь вот наверху голова не должна упираться вот совсем вот так вот я хочу чтобы голова была приблизительно вот здесь поэтому нам придется это изображение скорее всего чуть-чуть уменьшить вот оно подошло прямо вот вплотную вот сюда к сгибу может быть пока вот оставим так нет так плохо надо сделать его чуть чуть меньше вот так вот и вот это вот потом дельту мы в фотошопе добавим ничего страшного сейчас мы пока просто накидываем дизайн который мы здесь хотим видеть вот текст текст пока тут постой ты тут вот изображение с платьем сзади оно должно быть где-то вот здесь сбоку но вот это вот все оно здесь лишнее поэтому мы просто возьмем и сделаем вот такой вот контейнер и сделаем клиппинг маск вот и поставим вот сюда эта картинка уже можно считать стоит ровненько на своем месте потом мы сюда сделаем обводочку темно-синенькую и обводочку мы сделаем скорее всего 0,5 вот такую тонкую синюю обводку шикарно то что нужно здесь изображения не хватает здесь изображения не хватает и вот здесь вот все вот это вот тоже изображение не хватает мы уже понимаем с чем нам предстоит работать здесь дорисовать вот это вот все изображение здесь что-то сделать с фоном и с вот этим вот местом на которое ставится логотип мы уже приблизительно понимаем объем работы который мы будем делать мне вот так вот всегда удобнее работать я всегда вот так вот накидываю весь дизайн точно так же сейчас мы накидаем дизайн вот этого разворота но он достаточно интересный потому что мы его снимали на темном фоне и он будет темный значит давайте сюда тоже накидаем все фотки которые у нас есть первое первый образ это вот этот вот я его выбрал и мы его поставим в полный рост вот этот вот образ этот файл называется 7627 7627 он здесь наверху должен быть вот он все фотографии которые мы делаем в полный рост они должны быть вот так вот приблизительно все на одном уровне и по росту модель должна быть везде одинаковая то есть не должно быть так что вот здесь она больше здесь она меньше я хочу сделать чтобы она везде была во всем буклете вот в полный рост была одинаковая то же самое чтобы вот эти вот лишние части изображения нам не мешали у нас есть контейнер поэтому делаем клиппинг маску отлично и сейчас я сделаю такую штуку которую наверное не совсем правильно делать это конечно надо стилями делать я просто текст покрашу в белый чтобы ориентироваться где у меня что есть вот мы уже видим что у нас что-то вырисовывается здесь у нас приблизительно на одном уровне вот и голова у нас приблизительно на одном уровне замечательно это значит что модель будет приблизительно вот такого роста что нам тут нам надо будет дорисовывать ой сколько много нам надо будет вот такой вот кусок фотошопе дорисовывать если ее чуть чуть побольше сделать не она должна стоять вот в этом месте да придется дорисовать вот здесь черного и наверху и внизу сохранились теперь одного плана вот здесь мало мне хотелось показать что вот эта блузка она имеет вот такие вот интересные рукава и вот на этой фотографии это не совсем видно поэтому я решил вот сюда вот поместить еще одну фотографию на которой бы показал вот как у этой блузки рукава сшиты запомним как эта фотография называется 7 6 43 и поместим ее сюда 7 6 43 7 6 43 она будет вот здесь вот закрывать часть вот той фотографии как-то вот так нарисуем для нее контейнер и тоже поместим эту фотографию в контейнер сделаем клиппинг маску сразу же дадим ей обводочку чтобы ориентироваться 0 5 белую обводочку по размеру этой фотографии мы потом уже посмотрим вот здесь вот начинает вот вылезать туфелька то есть оставить ее вот так вот сделать вот так или сделать вот так вот это мы уже посмотрим когда увидим полностью всю верстку данного разворота ну вот мне вот пока вот так вот нравится приблизительно вот вот в этом месте моя задумка с кофточкой мне надо чтобы был виден рукав вот весь поэтому так должно быть ну так идет вот эта вот линия некрасивая это не очень хорошо поэтому сделаем-ка мы вот так вот чтобы не было вот этой вот линии перехода ноги вот сюда вот вот она и уперлась ровно в линию сгиба ну как-то так пока получается здесь изображений больше не будет и нам осталось поместить изображение только вот на вот эту вот часть выбираем изображение второго образа на темном фоне это вот такая вот майка куртка кожаная и юбка синяя вот это вот изображение я выбрал чтобы поставить его в полный рост называется 7676 поставим его сюда 7676 7676 где мы 7676 вот оно оно также будет поставлено сюда в полный рост но у меня была задумка что я его поставлю в шахматном порядке вот так вот вот снизу но я хочу чтобы модель была везде одинакового роста поэтому я вот так вот вот прикину пока чтобы она одинакового роста была хоп и поставлю ее вниз так же как и в прошлом в прошлый раз помещаем ее в контейнер у нас вот здесь есть контейнер так ее нужно на задний план выделить вместе с контейнером make clipping mask все она у меня внизу вот весь текст я сделаю чуть чуть попозже я его сделаю стилями сейчас я просто его сделаю белым для того чтобы не забыть вот тут я его уже забыл я уже потерял его поэтому надо его сделать белым и вот сюда наверх мы также поставим второй образ здесь мне хотелось показать эту юбку немножко поинтереснее поэтому я выбрал вот вот этот вот такой вот игривый образ он называется 7701 поэтому берем 7701 также помещаем сюда для этого изображения можно сразу нарисовать контейнер потому что нога упирается вниз фотографии делаем вот такой вот контейнер чтобы над головой было немножко пространства здесь вот так делаем clipping mask вот мы сейчас потеряем весь наш текст вообще хорошо бы текст на самый верх поставить ну вот и конечно по размеру она должна быть меньше она будет вот здесь вот в углу вот для того чтобы мы увидели какая у нас юбка изображение вот это вот верхнее получается очень вытянутая вытянутая по вертикали вниз мы вот это вот уже сделать не можем потому что так уже сфотографировали поэтому чтобы оно не было таким вытянутым нам придется его либо как-то дорисовывать либо вот сюда вот так чуть-чуть вытянуть и сделаем такую же обводку как вот здесь а может быть их вообще сделать одинаковыми по высоте это 108 это 102 сделаем 107 мне не нравится вот это вот расстояние оно слишком они начинают конкурировать поэтому беру-ка я ее вот так вот назад дальше здесь она стоит ее ботинки приблизительно на расстоянии 10 все нормально здесь можно чуть-чуть увеличить чтобы куртка была вот приблизительно вот так вот но не заходила на сгиб здесь у нас остается место и она получается приблизительно одинакового роста с собой же ой-ой-ой я хотел померить ну да приблизительно одинакового теперь мы поместили всю все изображения которые у нас вообще будут в нашем буклете ну сделали достаточно большой объем работы и теперь у нас теперь у нас будет запланировано много очень много мелкой 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 работы по приведение этого буклета в достаточно интересный вид красивый потому что так как сейчас его оставлять нельзя и здесь надо подумать чем сейчас заняться либо заняться всеми шрифтами либо подгонкой всех изображений но шрифтами сейчас заниматься будет сложно потому что мы не видим полной картины у нас очень много пустых мест на на нашей верстке и поэтому мы не сможем сделать достаточно красиво все наши шрифты потому что мы не видим что у нас и как нам мешают вот эти белые белые части поэтому я сейчас предлагаю приступить к достаточно нудный части нашего урока где мы будем обрабатывать все изображения вот это изображение не нуждается в обработке оно прямо так и останется здесь все в порядке все четко это изображение не нуждается в обработке оно вот здесь будет это изображение нуждается в обработке так как я расскажу вам про вторую ошибку которую мы допустили а именно наследили на черном фоне никогда не надо так делать потому что на этапе обработки в фотошопе вот это убрать чрезвычайно сложно и вы сейчас увидите когда я буду пытаться вот это вот убрать и вы увидите что это не так просто все убирается и вот здесь тоже и вот здесь тоже хорошо что тут не надо то есть никогда нельзя следить на вот таком вот фоне это бумажный фон который раскатан сверху и конечно если мы снимаем на черном фоне то лучше снимать на черной циклораме потому что циклорама она состоит но она сделана из бетона и покрашена краской ее можно очень быстро вымыть тряпкой или какой-то протереть чем-то и модель будет стоять на идеально черном фоне и здесь вот этого всего не будет даже если будут вот такие мелкие вот эти вот все царапинки или какие-то мелкие белые штучки их можно запросто стереть но вот это вот все то что мы наследили здесь тапками это убирается чрезвычайно сложно никогда так не делайте всегда за этим надо следить мы упустили хорошо что вот здесь этого нет здесь все очень четко и красиво и так сейчас нам предстоит долгая и нудная работа в фотошопе поэтому предлагаю начать с самого простого это вот с вот этой вот иллюстрации с вот этого вот изображения вернее она называется 7722 jpeg откроем его фотошопе 7722 до хрс вот в этом вот 7722 это вот это вот изображение сразу же уберу вот так вот сделаю этот слоем они фоном и сохраню вот в нашу папку в которой мы верстаем папка называется буклет можно ее так и сохранить image 7722 psd для того чтобы впоследствии мы видели связь с номера но с нумерацией файла исходника что я сразу предлагаю сделать так как мы поместили это изображение и она устраивает нас по своему размеру скорее всего мы размер его менять не будем она стоит ровно на месте вот здесь есть дельта здесь есть нужная дельта здесь нужная дельта и здесь она стоит вот прямо там где нам надо поэтому я обычно делаю так копирую вот эту вот высоту иду в photoshop и ставлю разрешение 300 до что нужно сделать это нужно вот это вот сюда поставить миллиметры вот они миллиметры на вот так вот миллиметры мне нужны сюда ставлю разрешение 300 точек сюда ставлю нашу высоту которую я скопировал окей вот теперь она будет помещено именно вот так вот таких размеров отлично сохранили дальше интересный лайфхак как добавить фотошопе вот это вот все вот эту вот часть изображения который нет ее надо добавить я рисую вот здесь такой прямоугольник опять-таки копирую его высоту прямоугольник нам больше не нужен идем photoshop и делаем такую штуку плюс и сюда копируем из буфера окей вот прибавилась наша высота то есть изображение теперь у нас будет точно таким как нам надо можно сохранить дальше тоже самое проделываем вот с этом вот здесь нам нужно по иксу прибавить вот такое вот вот немножко делаем вот так потом ставим плюс то что у нас скопировано в буфер окей вот мы его теперь сюда придвинули теперь мы идем вот сюда и то же самое делаем вот здесь с учетом вылета обязательно делаем с учетом вылета копируем высоту идем фотошоп и говорим плюс содержимое буфера все теперь у нас изображение должно быть по идее по высоте ровно 303 ну-ка но мы вообще попали практически идеально таким образом мы уже сделали первое изображение именно тех размеров которые нам надо поэтому мы можем вернуться в иллюстратор и вот эту вот фотографию отсюда мы можем стереть потому что заменить ее на фотошоповскую мы сейчас не можем нам лучше сделать вот так поместить сюда из нашей папки буклет вот этот фотошоповский документ его можно поместить очень просто раз прям по центру и вот сюда чтобы он был в стык отлично то что надо а это у меня он так долго сохраняется понятно ну ладно но и для нашего визуального контроля зря 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 я конечно удали а я не удалил вот сделаем так клипинг маск с чем это я сделал клипинг маск клипинг маск нам надо делать с учетом вылета вот так вот и снизу тоже вот что это такое за обводочка там образовалась это просто обман зрения дальше и нам нужно дорисовать вот это вот пространство и вот это вот и вот эту вот всю вот эту дельту нам надо дорисовать чтобы изображение все было полностью вот занимало все это место я предлагаю это сделать следующим образом делаем выделение я бы чуть чуть бы один пиксель бы наверх бы сделал а можно так вот оп дальше мы делаем такую штуку заливка с учетом содержимого пускай робот за нас работает раз нижняя часть у нас готова то же самое делаем с вот этой частью редактирование заливка с учетом содержимого а а надо нужный слой выделить редактирование заливка с учетом содержимого окей то же самое наверху выделяем нашу область чтобы здесь захватывалось чуть-чуть вот так вот вот буквально редактирование заливка с учетом содержимого опять не тот слой что ж такое я тороплюсь редактирование заливка с учетом содержимого окей он на автомате делает все прямо так как нам надо прямо на мне очень нравится как как это он делает единственное что на мне осталось чуть чуть все слои так вот здесь чуть-чуть дорисовать и мне не нравится вот этот вот вот этот вот момент попробуем к от него избавиться но для этого нам надо будет свести все слои да как же от него избавиться в каком он слое все я считаю что работа над этим изображением закончена все чисто все красиво ретушь я уже сделал lightroom поэтому здесь можно его смело сохранять и закрывать возвращаемся в иллюстратор вуаля у нас одна страница буклета практически готова я сейчас предлагаю вот эту вот оставить на закуску сделать вот эту самую сложную часть попозже а сейчас сделать ту же самую операцию которую мы делали вот здесь сделать с вот этим изображением но правда тут нам придется немножко поколдовать над вот этими вот над вот этими пятнами на полу выделяем белой стрелкой это изображение 7627 идем в наши high-res studio high-res пока я шел я забыл 7627 вот она наша фотография точно 7627 цифры надо запоминать хорошо точно также раз щелчок сюда превращает фоновый слой в обычный слой теперь друзья обратите внимание на левую часть и правую часть изображения не изображения а вот этого вот фона вот здесь вот я в lightroom попытался эти следы стереть то есть вот это вот ретушь lightroom а вот это мне там стереть не удалось поэтому сейчас мы это будем здесь стирать но сперва нужно сделать точно такую же операцию которую мы делали и для левого изображения которое было там а именно нам нужно сделать его правильных размеров как вы уже поняли рисуем прямоугольник копируем в буфер обмена возвращаемся в photoshop и а нам нужно его пересчитать правильно правильно прежде всего нужно пересчитать хорошо что же вы меня не поправляете то его нужно пересчитать в нужные размеры так как я уже полностью определился что у нас будет она вот именно таких размеров как как надо и быть вот в этом месте масштабировать я его не хочу может быть сделаю чуточку повыше где там голова там голова вот здесь поэтому может быть сделать чуточку вот так вот вот буквально все нужно пересчитать же его в 300 точек сперва нужно пересчитать 300 точек правильно пересчитываем 300 высота из буфера обмена вот такое вот оно будет и сразу же мы его сохраняем в нашу папочку в нашу папочку буклет под вот таким же именем чтобы можно было потом иметь связи с lightroom и с неймингом файлов lightroom все теперь она у нас стоит точно там где надо рисуем прямоугольник делаем все те же самые действия копируем высоту прямоугольников буфер обмена идем сюда плюс содержимое буфер обмена внизу добавили где нам еще нужно добавить справа нам не надо нам нужно добавить сверху обязательно с учетом вылета вот сюда вот копируем вот это вот значение и пишем плюс содержимое буфера обмена вот таких размеров у нас будет наша фотография дальше мы идем опять же в иллюстратор и нам надо заменить это изображение стираем и вставим сюда какое оно вот это наверное точно теперь мы его ставим ровно по центру полосы и здесь снапится на нашу гайдлайн центральную отлично чтобы вот это нам не мешало точно так же делаем клипинг маск только клипинг маска нам надо продлить до вылета вот сюда вот чтобы мы видели что у нас есть вылет чтобы мы ни в коем случае никогда не забыли бы его сделать вот так вот ну вот теперь возвращаемся в photoshop и делаем все те же самые он сохраняет делаем все те же самые действия по по заливке вот этих вот областей верхняя сделается скорее всего очень очень быстро и просто это конечно photoshop делает просто изумительно посмотрите просто шикарно он это делает мне очень нравится если раньше надо было сидеть и штампом что-то дорисовывать то сейчас это делается в один клик дальше сейчас есть соблазн сделать вот так вот выделить нижнюю часть и сделать опять-таки заливку с учетом содержимого вот но как вы можете видеть у нас с учетом содержимого заливаются еще и и отпечатки которые нам надо долго и мучительно убирать поэтому нажимаем control z кстати кто не знает наверное уже все знают теперь photoshop и множественная отмена есть это очень удобно можно нажимать control z как в нормальных программах зачем же я сведение сделал не надо мне сведения объединить видимые вот эти слои можно мне уже выделить объединить дальше скорее всего что я сейчас сделаю буду работать и на монтаже ролика я опять-таки включу музыку и ускорю весь этот процесс потому что смотреть как я буду долго и мучительно работать штампом и всевозможными клонированиями вот этих всех участков для того чтобы избавиться от вот этих несчастных следов ребята никогда так не делайте всегда следите за тем чтобы у вас фон внизу был ровный вот такой вот чистенький потому что как вы видите потом фотошопе доделаю не прокатывает а 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 таким образом мне удалось все эти пятна отсюда убрать по крайней мере большинство этих пятен я убрал Теперь можно уже сделать Заливку с учетом содержимого Вот И она будет достаточно красивая Конечно вот тут тоже пятно Какое-то появилось Давайте его тоже уберем Ну вот так вот А, а это пятно между слоями Ну в конце концов Такое пятно Нам даже лучше Не будет однородного Такого вот фона Мне результат очень понравился Поэтому я сохраняю это изображение И закрываю Возвращаюсь в иллюстратор Посмотрим То что надо Здесь у нас будет Вот такая вот надпись Можно сразу ее поставить В то место Где она будет располагаться Это приблизительно вот здесь Вот Отлично Можно считать что мы сделали еще один Еще одну полосу Нашего буклета Осталось вот здесь вот Как вы поняли Сейчас я буду делать все То же самое Что уже и было Но Я не знаю Сделать это под музыку Или давайте По-быстрому сделаем Это Без музыки Запомним 7.6.7.6 Открываем в фотошопе Fashion Studio Hi-Res 7.6.7.6 7.6.7.6 Вот этот вот файл Дальше возвращаемся сюда Он сейчас Именно тех размеров Которых мне нужно Мне нравится Вот это Именно вот Расположение И размеры Этой фотографии Поэтому я могу Смело копировать И пересчитывать Это изображение В 300 dpi И нужной нам высоты Сразу же сохраняем В папку буклет А Убираем вот так И она нам В папку буклет Сохранит уже PSD Удобно Сохранить Ок Теперь Делаем все То же самое Что мы уже Делали и там Для того чтобы Поместить сюда Изображение Нужных размеров Увеличиваем Снизу На вот этот вот кусок Что такое Плюс О Не ту кнопку Видимо нажал Теперь вправо Нам нужно увеличить На вот такой кусок Поэтому мы копируем X Так как мы увеличиваем Вправо Увеличиваем Вправо Пишем плюс Хоп Есть И нам осталось Увеличить Вот этот вот Огромный кусище Наверх Вот так вот Копируем Y Пишем плюс Пишем плюс Есть Теперь вот это изображение Мы можем сохранить Это нам не надо Здесь Релиз Клиппинг маск Это изображение Удалить И из фотошопа Вставляем Вставляем Как обычно Не то Ровно по центру Страницы А здесь Можно 148 Вбить Так что-то у нас Не 148 Ладно Вот так вот Сделаем Есть И чтобы он нам не мешал Как обычно Делаем На задний план И клиппинг маск Вот И снова Клиппинг маск Делаем с учетом Блида С учетом Вылетов Обязательно Чтобы потом Это не забыть Сделать Иначе будет плохо Сохранили Идем в фотошоп А пускай оно само тут Сохраняется Идем в фотошоп Теперь Предстоит Опять же Точно такая же Нудная Процедура По дорисовыванию Я думаю Что с дорисовыванием Верху у нас Проблем не возникнет Заливка С учетом содержимого Фотошоп Молодец Вот они это сделали Совершенно потрясающе Я не знаю С учетом Искусственного Интеллекта Или нет Но оно Потрясающе Делает заливку Но вот если знать Да Вот здесь Какое Что-то такое Вот есть Но Вообще Просто Не укладывается У меня в голове Что так можно Теперь делаем Вот так Вот Переходим Слой 0 Редактирование Заливка Заливка С учетом Содержимого Ок Ага Так было делать нельзя Вот оно что Вот оно Надо свести Вот эти два слоя Объединить видимые Только теперь Можно делать Вот такое Вот выделение И заливку С учетом Содержимого Потому что Нам нужно Чтобы оно Содержимое Считало Всего Вот этого Вот Всей высоты Редактирование Заливка С учетом Содержимого Хоп С этим проблем Никаких не возникло Вот здесь Как поступить Сделать сперва Заливку С учетом Содержимого Так Опять же Нужно нам Объединить Видимые Сделать Заливку С учетом Содержимого А потом Мучиться Наверное В этом случае Будет правильнее Так сделать Нет Придется Все Вот это Вот Нет Наверное Все таки Наверное Все таки Нужно Сперва Почистить Почистить Я в прошлый раз Это не Делал В одном Слое Конечно Желательно Для этого Создавать Второй Слой И Выполнять Вот эту Всю Нудную Работу Штампом Именно Вот В этот Слой Чтобы Можно Было Смотреть До И После Так Как Я Был Там Уверен В Своих Действиях Что Я Делаю Поэтому Я Так Не Сделал Но Сейчас Я Вам Слой 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 ну и теперь мы можем сделать заливку с учетом содержимого ну теперь у нас уже получилось что-то такое что-то такое похожее на на какой-то пол конечно хорошо бы было бы еще немножко этой этим инструментом плохо хотя мне вот такой вот пол нравится пол не должен быть однородным он должен быть вот такой пятнистый мне так даже очень хорошо вот единственное что вот это вот место чуть-чуть обработать сделать темнее буквально вот так вот пол не должен быть однородным вот но нам удалось избавиться от этих жутких следов и мы возвращаемся в иллюстратор и у нас вся верстка на месте единственное что нам надо подвинуть нашу картинку вот так вот она должна была быть выровнена вот по вот этой вот по вот этому вылету ну вот теперь она стоит на своем месте и можно сказать что мы завершили всю работу с вот изображениями на не то схватил с изображениями на этом развороте это стоит на своем месте это на своем месте здесь у нас больше ничего не планируется это стоит на своем месте все работа над изображениями на этом развороте уже более-менее а нет все все не так просто у нас еще вот этот пол надо мучить видимо вам снова придется послушать музыку это называется 7701 jpeg открываем его надо сделать все хорошо hrs 7701 вот он вот это изображение нам его масштабировать а мы можем кстати его сразу масштабировать вот в такую вот вот в такие размеры пересчитать фотошопе делаем ему 300 дпай и по высоте вот таким вот она будет и сохраняем его в нашу папку буклет 7701 окей и вот здесь мы уже можем сделать замену потому что мы не изменяли его пропорций поэтому мы можем сделать рейлинг 7701 ничего внешне не поменялось но тем не менее у нас теперь здесь psd файл стоит поэтому вам снова придется немножко послушать музыки а я буду снова вот кстати обратить внимание вот эту правую часть я пытался как-то в lightroom и и и немножко поправить замечательно мне нравится как получилось сохраняем иллюстратор должен его обновить обновил он будет достаточно маленьким и на печати здесь будет печать растром поэтому вот это вот мелочь вот это вот она не пропечатается все будет замечательно здесь здесь у нас все хорошо тут у нас все хорошо и итак мы закончили работу над картинками этого разворота и у нас осталось самое сложное это лицевая вот эта вот картинка можно здесь начать с того что нарисовать очень красивый такой градиент который будет идти вот здесь вот снизу до локтя приблизительно но давайте его нарисуем ага у меня неправильно сделан у меня неправильно сделан контейнер контейнер нужно делать с учетом вылета вот теперь контейнер сделан правильно вот здесь вот нужно нарисовать приблизительно вот таких вот размеров до локтя может даже и выше вот такой вот вот прямоугольник для того чтобы наша наш логотип хорошо читался и мы сделаем его громадным на всю ивановскую как говорится вот так вот интернет сайт будет по центру страницы вот здесь это же центра страницы вот так дальше нам нужно вот так вот вот выглядит достаточно некрасиво я бы здесь сделал растяжку и во первых вниз бы поставил вот этот вот логотип и весь не надо так высоко можно даже вот ровненько чтобы 10 было а здесь нужно сделать растяжку из 100 процентов этого цвета в ноль как это делается где у нас инструмент который называется градиент window грагна градиент вот он поставим его куда-нибудь вот вот сюда здесь поставим 90 градусов вот тут вот у нас будет dark blue здесь у нас будет dark blue с opacity 0 о во как и вот это вот сделаем приблизительно вот так вот чтобы где-то вот здесь вот у нас а может быть даже больше растянуть нет уже локоть начинает обрабатываться ну может быть вот так вот вот пока мне результат очень очень нравится именно так я это все и видел дальше вот то что оно черным написано это не очень хорошо а она даже сгруппировано я хочу вот этим цветом скопируем отсюда цвет о замечательно и теперь хорошо бы сделать drop shadow все этой штуки как это можно сделать можно сделать в 3 3 операнс вот она здесь делаем fx об drop shadow и вводим сюда что-нибудь типа 70 11 и 1 и 3 цвет 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 черный что-нибудь вот даже blur можно побольше сделать 1 и 5 1 и 6 замечательно именно так вот я себе это и представлял сохранились теперь я предлагаю сделать такую же но вот рука справа она очень близко к резу это не очень и это не есть good когда в типографии будут резать они будут резать вот по этой линии и вот это дельта вот это дельта она очень маленькая то есть нам нужно отводить руку либо миллиметра на два сюда либо уводить ее на вылет я предлагаю сделать изображение чуть-чуть буквально чуть чуть больше чтобы рука вышла на вылет и отрезал вот так вот чтобы не вот ладно не ловить вот эту маленькую дельта вот здесь сделаем вот так теперь очень важный момент на какой высоте то есть вот сколько оставить вот здесь это мой это хороший вопрос потому что сейчас мы ее по поставили по центру и ровно там вот где мне хотелось сколько оставить вот здесь много или мало для этого нам нужно написать написать название бутик дизайнерской одежды то есть мы уже вплотную приступили к работе со шрифтами что я хотел оставить на самое последнее на скажем так вишенку на торте работу со шрифтами но я вижу что сейчас это необходимо сделать чтобы посмотреть какая дельта нам вот здесь вот нужно поэтому я открою секрет я придумал что у меня будет все написано шрифтом монсеррат монсеррат light а то лучше наверно и не light в данном случае обычной мы сделаем вот так слово одежды будет внизу здесь мы сделаем ровно на всю то есть тут у нас 10 миллиметров тут 10 и тут 10 теперь мы видим что слово одежды очень просится подтянуться наверх подтянем ему вот так вот красим это все в белый и скорее всего вот этому всему нужно вот этой надписи тоже будет сделать fx drop shadow он только не такой вот не такой злой как здесь а какой-нибудь допустим 95 здесь сделаем 0909 и 1 может быть даже еще поближе к буквам 0707 1 и 3 90 1 и 2 но мы в любой момент можем вот здесь вот отредактировать этот fx вот так вот и надо еще на нас посмотреть эффект растр сеттинг с миг хай отлично здесь все нормально вот и мы видим что у нас голова практически упирается в слово одежды слово одежды поднимать наверх уже достаточно плохо она начинает слепаться то есть может быть даже и опустить одежды будьте к дизайнерской одежды очень очень мне не нравится он липнет друг другу и голова липнет поэтому изображение смело опускаем ниже ага а сильно ниже нам опускать нельзя потому что локоть у нас упрется в восклицательный знак и он начнет синим обрабатываться вот этим градиентом все можно считать что изображение на лицо буклета мы посадили в то место которое нам нужно поэтому делаем все те же самые действия что и со всеми другими изображениями копируем вот эту высоту и открываем изображение под номером 7727 фотошопе идем fashion studio хрс 7727 вот она и делаем ему пересчет в 300 дпи и по высоте вот так вот теперь мы его сохраняем сохраняем в папочку наш буклет как psd но в иллюстратор его помещать еще рано потому что нам нужно добавить нам нужно добавить вот это вот место сверху которого не хватает возвращаемся в photoshop и добавляем его плюс содержимое буфера обмена есть теперь нам придется достаточно слу а нам не будет сложно нет нам будет сложно поэтому я предлагаю отметить гайдлайном именно то место куда нам нужно будет поместить фотошоповский документ потому что заменить мы не можем мы можем только поместить его 7727 да именно он теперь мы его помещаем в отмеченное место так же было и выполняем clipping mask ну что он на своем месте ведь я почти угадал теперь я обычно делаю вот так вот удаляю ненужные гайды и снова делал лук гайдос чтобы не хват не хватать их мы почти на финишной прямой теперь нам нужно поработать вот с этим изображением оно на мой взгляд достаточно скучное хочется изменить вот здесь вот задний план и поместить сюда что-нибудь интересное я достаточно долго искал сюда какое-нибудь изображение и честно говоря признаюсь вам честно я знаю что я хочу поместить на задний план когда мы только еще сейчас я переключусь на свое лицо и поговорю с вами чуть-чуть когда мы только придумывали дизайн вот этого буклета здесь у меня была вот такая вот картинка с надписью романтик у меня была идея что девушка в вечернем платье идет на романтическое свидание и я ничего не придумал больше интересного кроме как закат и вот так такие вот мостки она идет любуется закатом и ветер развивает волосы платья но моя идея прожила недолго и поэтому у нас возникла коллективная идея что все-таки девушка в вечернем платье должна быть на фоне допустим вечернего ночного города с красивыми огонечками и теперь давайте поищем я переключусь вот сюда вот и мы поищем это изображение на фотобанке депозит фотос в прошлом уроке вернее не в прошлом а в позапрошлом уроке я рассказывал что я люблю шаттер сток а потом рассказал почему я не люблю шаттер сток потому что это там нельзя купить одно изображение нужно купить подписку в депозит фотос как я понял можно все таки купить одно изображение поэтому мы поищем вечерний город а лучше еще ну давайте поищем введем сюда ночной город вот здесь вот мы исключим людей отсюда и поищем вот такие вот изображения вертикальные и он нам выдаст большое количество всевозможных изображений вот допустим можно было бы нашу героиню поставить вот сюда но вот это вот цветовая гамма она нам не очень годится и здесь нам нужно искать именно те изображения куда ее можно вот красиво вписать то есть допустим на фоне вот таких небоскребов но она не будет смотреться неестественно на фоне вот такого тоже какие-то падающие небоскребы на заднем плане просто вот такое вот тоже мне было неинтересно поэтому я здесь нашел изображение которое мне очень очень понравилось оно находится на шестой странице на шестой странице это арочка в барселоне где же она он тут много арочек неужели я ее потерял он тут не мудрено запутаться есть у меня еще одно такое предположение что депозит фотос выдает вот эти фотографии все-таки как-то рандомно то есть он не всегда их вот выдает одинаково от раза к разу то есть вот он в прошлый раз он нужное мне изображение выдал на шестой странице тогда мне придется я запомнил ключевые слова узкая улочка в барселоне вот это изображение которое я нашел наша героиня сюда замечательно вписывается разумеется когда мы с заказчиком это дело весь на весь наш дизайн согласуем мы его купим и скачаем и здесь не будет вот этих вот надписей депозит фотос сейчас мы его просто делаем сохранить как выбираем нашу папку буклет и вот под этим же обязательно под вот этим же вот именем сохранять и ни в коем случае не писать фотография которую мы выбрали потому что потом опять искать лучше всего будет вбить вот этот вот номер поэтому мы его просто сюда сохраним все депозит фотос нам пока не нужен и теперь нам мы уже практически на финишной прямой нам нужно отделить нашу модель от фона и подставить вот это вот скачанное изображение и жилья Так как нам нужно изображение только вот здесь, поэтому нижнюю часть я не сильно обрабатывал, а поработал только над вот этой вот. В случае чего, если нам нужно будет, у меня всегда будет слой 0, и я оттуда смогу все это изображение вынуть и заново обтравить. Теперь мы помещаем сюда нашу картинку, вот эту которую мы скачали. Вон она малюсенькая какая, но когда мы ее купим это изображение, оно будет у нас конечно высокого разрешения, все как надо. Я постоянно забываю, что в новом фотошопе не надо держать клавишу shift, можно масштабировать, вернее не можно, а нужно масштабировать без зажатой клавиши shift. Дальше. У нас получается, что модель очень сильно конкурирует с задним фоном. Если бы мы ее так фотографировали, то задний фон был бы размыт. Поэтому вот к этому слою мы применим интересный фильтр. Он называется размытие диафрагмы. Мы поставим точку резкости вот здесь, в том месте, где она стоит. Остальное все у нас будет размытое. И размытое будет здорово. Ну скажем, что вот размытие должно быть примерно, ну и наверное даже больше. Вот так вот. Суть этого фильтра в том, что вот здесь вот у нас будет все резко. И он имитирует глубину резкости. То есть вдаль у нас резкость уходит. И можно этому изображению чуть-чуть поработать кривыми с ним. Чтобы не так сильно оно, скажем так, чуть-чуть его высветлить, чтобы модель более выигрышно на этом фоне смотрелась. Ну вот так вот. И теперь сохраняем этот файл. Это можно закрыть. Да, обновляем. И у нас практически готов наш буклет. Может быть я слишком сильно его осветлил. Хотя выглядит вполне гармонично. Нам осталось только поработать со шрифтами. Мы практически на финишной прямой. Поэтому мы закрываем вот это все. Это нам понадобится. Открываем вкладку Paragraph Styles и создаем стиль, который назовем, допустим, заголовок, загол. Он будет состоять приблизительно из следующих параметров. Шрифт Montserrat. Мон. Эх, как же здесь неудобно все это искать. На М. М. Монако. Монсеррат. Он будет не thin, а light. И размер у него будет 36 пунктов. Все. А, можно, кстати, характер color поставить сразу белый. Повседневный стиль. Выделить бы, то есть не выделить, а выровнять его надо по правой. По правому краю. Вот так вот. Right. Окей. Здесь мы выравниваем буквы по нашим гайдлайнам. Вечерний стиль. Здесь придется чуть-чуть схалтурить и сделать меньше. Вот так вот. А повседневный стиль. Также его выровняем по нашим гайдлайнам. Повседневный стиль должен быть вот такой. Вот так и оставим. Теперь цены. Ну, возьмем, к примеру, вот это. И сделаем стиль, который называется Price. Шрифт Монсеррат. Непонятно, почему он не хочет его так вот выбирать. Это либо мой глюк, либо глюк иллюстратора. Выберем. Light. И какой для прайса можно сделать? Ну, допустим, 19. Тут 22, наверное. Расстояние между ними сделаем 4. И самое главное, это выравнивание. Мы сделаем с помощью Tab. О, есть. И теперь вот эти штуки сделаем medium. Нам осталось буквально несколько штришков, а именно сделать text about. Ульсом. И все. И все. И все. И keyboards. И чтобы совсем было круто мы сейчас вот так вот схалтурим на четыре щелчка сайт увеличим но здесь просится допустим какой-то адрес Санкт-Петербург там-там-пам-пам но она не хочет показывать адрес ну ладно вот что я забыл вот это вот надо сделать синеньким Итак друзья мы пришли к нашему финишу наш буклет готов готов без всяких докторов как было Это мой лев здоров здоров без всяких докторов вот теперь по идее можно его отдавать в печать но перед этим вообще желательно было бы сделать открывать каждое изображение фотошопе и сделать вот такую вот вещь перевести это все в CMYK или 7IK как это называют правильно я сейчас этого делать не буду потому что мы не будем сейчас готовить его для для сдачи в полиграфическую печать но по идее все это надо перевести в CMYK выглядеть будет точно так же но типография ругаться не будет когда мы переведем раз два три 4 5 6 7 изображений в CMYK это у нас уже все в CMYK все вылеты у нас есть а сейчас мы подготовим эти изображения для того чтобы послать Оксане на проверку для этого мы у нас уже все готово мы просто жмем сейв и в нашу папку с буклетом пишем я вся буклет давайте напишем фейс 01 01 это типа первая вариант один скорее всего будут может быть какие-то другие еще правки может быть будут другие варианты war2 и так далее здесь жмем сохранить и пишем я вся буклет back также 01 01 теперь вот эти два файла которые у нас получились вот он буклет лицо вот буклет лицо ибо буклет оборот вот эти два файла мы отправим Оксане в бутик я вся для проверки я думаю что все будет нормально и уже когда мы внесем возможно какие-то коррективы по тексту мы переведем все изображения из RGB в CMYK или из RGB в CMYK как проще говорить и сдадим печать буклет в типография итак друзья вам всем огромное спасибо за внимание всем спасибо кто досмотрел весь этот всю эту верстку до конца с с вами был Костя Бержаков и проект vision онлайн мы завершили большой наш цикл правда всего из двух роликов снимаем фэшн для бутика модной одежды Оксаны Мироновой я вся я в конце ролика хочу поблагодарить всех моих коллег которые мне помогали мы делали все это вместе также хочу поблагодарить Оксану Миронову и бутик я вся за предоставленную одежду и предоставленную возможность записать это обучающее видео всех ждем на нашем сайте vision онлайн у нас много интересных курсов также следите за нашими обновлениями у нас есть много интересных идей для проведения живых мастер-классов и других обучающих видео всем большое спасибо за внимание всем удачи и всем пока